2 сентября войдет в историю финансовой системы Казахстана как переход тенге к мультивалютной корзине. Границы колебаний тенге будут зависеть не только от американского доллара, но и евро и рубля. В процентном соотношении все выглядит так. Львина доля 70%, по-прежнему за долларом США, 20% евро и остаток рублю. Экономист Олжас Удайбергенов говорит о новых заданных параметрах гибкости монетарной политики. Это то, что касается ожидаемых перемен для потребителя и называется рыночным курсом валют. Экономист Петр Свой кажется впервые сторонник этого нового курса – Национального банка. Вот как он объясняет свою солидарную позицию. Внутренняя валюта не должна прыгать хоть вверх, хоть вниз относительно внешней. Вот Национальный банк в кое-то веке, наконец, более-менее понятно сформулировал алгоритм. Теперь курс тенге будет привязан. Евро и доллар – это супружеская пара. Все остальные мировые валюты – дети этой пары. Так вот, значит, к ним и надо привязываться. Сколько в этом курсе тенге политики и сколько экономики. Наличие отдельной, пусть самой маленькой корзинки для российского рубля вызывает закономерные вопросы. Для экономиста Мирвер Махмутовой ответ очевиден. Конъюнктура политическая диктует. Российские рубли – это очевидно. В связи с созданием таможенного союза, движением к Евразийскому экономическому союзу, мы подписали ряд соглашений, в том числе с Российской Федерацией, Белоруссией. Ситуация не столь очевидна. На самом же деле, по словам экспертов, переход к мультивалютной корзине – всего лишь фискальный ход. До конца года курс тенге, как и раньше, будет напрямую зависеть от старого, доброго американского доллара. А будет ли при новой политике курс на самом деле рыночным, частные обменники покажут в самое ближайшее время.